Друзья, еще раз сообщаю о том, что у меня на канале будет проводиться розыгрыш бочки масла Условия этого конкурса я сообщу немножечко позже Для того, чтобы участвовать в конкурсе, не нужно делать ничего сложного Достаточно быть подписанным на мой канал, подписанным на группу ВКонтакте Сделать репост ВКонтакте И все, вы уже участвуете в конкурсе Перед Новым годом я объявлю всех выигравших Потому что еще будет несколько призов Я разыграю комплекты косметики для автомобиля И главный приз это бочка масла Это можно сказать 10-ти годовой запас масла Представляете? 10 лет Так что следите за новостями и изменениями в группе Я вам все об этом расскажу позже Всем привет, друзья! Это канал Накаченные Колеса, меня зовут Виктор Сегодня я хотел поговорить на такую тему, которую я назвал Как убить аккумулятор за 3 дня Или еще поговорить о человеческой честности и об отношении к людям И хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу История началась 3 дня назад Когда пришел один мужик Как бы потом выяснилось, что он электрик Пришел покупать аккумулятор Принес свой старый аккумулятор Вот именно вот этот аккумулятор Принес его и говорит, что мне нужен новый аккумулятор Первый вопрос, что со старым? Со старым ничего, он кипел Он кипел, с него шел пар Вот, то есть с этих дырок, вот с канальцев пароотводов С них шел пар Как бы, ну, аргумент о том, что у вас перезаряд Как бы его не устроил Он говорит, не, все равно, этот аккумулятор не мне Это нужно девушке Я его просто ремонтирую Мне сказали купить аккумулятор Я просто его покупаю Мы замерили напряжение разломки на цепи у него Получается, у него как положено 12,8 под нагрузкой держит Мы говорим, у вас аккумулятор нормальный, абсолютно Вам не стоит его покупать У вас что-то в машине там Он говорит, нет, мне просто хозяйка сказала купить аккумулятор Мне все равно И схватил аккумулятор Вот такой вот он взял аккумулятор Схватил его и убежал, даже не взяв карантин-талон Потом проходит 3 дня Мне звонит моя знакомая Как оказалось, это владелец этой машины И сказал о том, что у него аккумулятор разряжается на машине Ей электрик сказал, что это аккумулятор такой Я ей сразу объясняю о том, что Ты приедь ко мне Мы тебе все замерим У нас есть все приборы Замерим и ток утечки И ток разломкнутой цепи Аккумулятор замерим Приезжай Она говорит, хорошо, я приеду завтра Но мне электрик сказал только с ним приехать Я говорю, он нам здесь не нужен Мы тебе все замерим Понимаешь, говорю Аккумулятор, когда стоял у нас на полке То есть он стоял пару месяцев Он не разрядился Мы провели ему проверку предпродажную То есть дали нагрузку Нагрузочной вилкой Он показал нормальные результаты То есть, соответственно, у него там и плотность нормальная И все остальное нормальное То есть нет ни обрыва, ни замыкания Скорее всего, это у тебя в машине что-то вытягивает с него Она говорит, хорошо, я подъеду На следующий день она подъехала И подъехала почему-то не одна, а с электрика Потому что ей не разрешил приехать одной И тут началось светопредставление Это вообще было что-то Этот электрик с выпученными глазами Стоял и усирался, доказывал Не то, что доказывал Просто, то есть, это был просто какой-то монолог Он стоял просто и орал о том, что аккумулятор непригоден Там внутри вода Он разряжается Он там должно быть то, сё Он начал какими-то терминами там непонятными оперировать И что бы мы ни говорили по этому поводу Он нас не слушал, он просто нас пытался перекричать И достал свой ремонт и говорит, давайте, давайте померим плотность Давайте померим плотность Он наставил на том, чтобы мы померили плотность А мы посмотрели на аккумуляторе, на котором он Ну, в котором они купили Вот эти крышки сверху были все раздолблены То есть, он их открывал уже не один раз Мы, ну, как бы, всё спокойно Замерили заряд генератора А потом мы замерили у неё токи утечки Токи утечки оказались, доходили до 2 ампер Представьте, что такое 2 ампера Этот аккумулятор 50-ка То есть, за 25 часов вытянет в ноль аккумулятор Если были токи утечки, 2 ампера Я пока ходил за камерой, пока ходил за телефоном Пришёл ток утечки, почему-то с 2 ампер снизился до 1,5 ампера По-моему, у меня есть видео по этому поводу Ну так вот, мы не стали долго разбираться Мы забрали этот аккумулятор для того, чтобы зарядить сами И проверить его, потому что нельзя никому верить Можно только верить самому себе Забрали мы тот аккумулятор, который мы продали И отдали ей подменный аккумулятор Тот же самый старый, который она принесла То есть, принёс её электрик Сдал по утилизации, грубо говоря Мы поставили этот аккумулятор Она завелась и поехала То есть, аккумулятор завёл её Я ей позвонил и сказал Сегодня возьми на ночь, сними клемму минусовую И утром ты заведёшься Потом мы поставили его на зарядку Он простоял где-то на малыми токами часа 4 И аккумулятор так и толком не зарядился То есть, он не заряжал нагрузку Мы начали замерять плотность И плотность у него была ноль Представляете? Ноль! То есть, даже в самом разряженном аккумуляторе Плотность не может быть ноль Полный ноль То есть, есть вот такая таблица Сейчас я вам покажу её По которой видно, что если аккумулятор Степень заряженности батареи ноль То плотность электролита должна составляться 1,11 То есть, напряжение нагрузки Напряжение батареи без нагрузки 11 То есть, практически всегда по этой таблице Можно определить плотность электролита То есть, если он на 100% заряженный Выдаёт напряжение разомка цепи 12,6 И держит нагрузку 10,8 То там, в любом случае Будет плотность электролита 1,27 То есть, к гадалке не ходить И не надо даже туда лазить Как бы проверять Нет, конечно, можно проверить Как бы предпродажная проверка Кто-то это делает Мы не делаем Потому что у нас, в принципе, проблем нету с аккумулятором Ну так вот Не бывает плотность ноль Должна быть хоть какая-то плотность в аккумуляторе Затем мы хотели разобраться Где вот такая вот ручка от него Вот этого аккумулятора Чтобы, если вдруг сейчас нам придётся его сдавать обратно Или что-то делать Чтобы он был хотя бы в комплектности Мы позвонили Нам сказали, что он в гараже Эта ручка В том, которую мастер ремонтировал Мой брат поехал в этот гараж Приехал туда А там был какой-то парень Он говорит Мне нужна ручка от аккумулятора Который вот сейчас Ей приехал на машине На той, на азиатской Он сказал А, это с того аккумулятора Который, говорит Мы электролит сливали И мы просто Когда мы это всё узнали Мы просто охренели То есть Что произошло Он слил оттуда электролит И залил туда просто воду Представляете? Для того, чтобы сдать его нам обратно Это вообще просто Это просто Не знаю, как это назвать Это пиздец То есть Какая ситуация была изначально? Девушка приехала К этому электрику У неё был перезаряд Постоянно кипел аккумулятор Выкипал Она приехала К этому электрику Чтобы он разобрался В этой ситуации Он ей сказал Меняй аккумулятор Она дала ему деньги Он купил ей новый аккумулятор Поставил Оказалось то же самое Начал разбираться Что у неё перезаряд Херачит Сказал ей Купить реле-регулятор Узнали, что реле-регулятор Заказывает долго Он говорит Покупай генератор Она купила Бедолага Новый генератор Но по какой-то причине Новый генератор После установки Нового генератора У неё были большие Токи утечки Как я сказал Там уже до 2 ампер Этот электрик Чтобы оправдать себя Потому что он Не решил проблему С аккумулятором С вообще С зарядкой И он чтобы оправдать себя Взял Слил отсюда электролит И залил туда воду Чтобы сдать его обратно По гарантии Представляете какой человек Вообще Я всегда говорил о том Что аккумулятор Не умирает сам Его убивает Машина Или водитель Который водит Эту машину Потому что Очень много факторов Из-за которых Аккумулятор умирает Это и зарядка И токи утечки И просто грязный аккумулятор Вообще Очень много факторов Это всё указано В тех талоне В гарантийном талоне Там всё написано И соблюдать все условия И тогда у вас Аккумулятор будет служить долго Я где-то на одном Канале Одного автоблогера Слушал Он говорил о том Что покупайте Только обслуживаемые Аккумуляторы Чтобы вы в случае чего Могли их сдать обратно По гарантии То есть Меня вот это Немножко смутило То есть Вот этот аккумулятор Он необслуживаемый И типа Вот если ты возьмёшь его У тебя он выкипит То есть Ты его своим зарядом Расхерачишь его Получается Ты его угробишь Просто-напросто И ты можешь его сдать обратно Если там будут пробки Ты просто зальёшь туда электролит И принесёшь обратно в магазин Как бы Обмануть магазин Это нормально А когда Кто-то говорит Что там Предприниматели обманывают Это херово Знаете мне некоторые люди пишут В комментариях О том что Да ты там хапуга Ты там продавец Там или что-то такое Тебе лишь бы впарить Я ни в одном из своих видео Не рекламировал свой магазин Я не говорил о том Что покупайте только у меня У нас нет своего интернет-магазина Мы находимся даже не в Волгограде В Волгоградской области И я как бы Пока не практиковал Такую вещь Как продажи Допустим Кому в другие города Те кто нас знают К нам приходят Они знают Что у нас товары Все хорошего качества Потому что Я сам снимаю видео О том как отличить Оригинал и подделку Я бы не стал впаривать людям Подделку Или вообще что-то впаривать Потому что я всегда Стараюсь доносить До людей правду Это меня научил мой отец Он всегда родился За то что в магазине Были всегда качественные товары А не какой-то левак Чтобы людям лишь впарить Чтобы завтра сломалось И потом принес это обратно Нет Ну вот мне обидно Всегда читать такие комментарии Потому что я не такой У нас магазин не такой Потому что Есть нормальные продавцы Которые Не обманут в принципе Но те люди Которые пишут Что вот вы хапуги Вот Это те первые люди Которые обманут вас Которые обманут При любом удобном случае Как я уже сказал Что почему-то считается Что обмануть кого-то Обмануть магазин Это нормально Но когда в магазине Там кто-то что-то Не додал Не сдачу Или сказал что-то такое Это все Это кромешная тьма Это значит хапуги Это значит воры Как это объяснить Я не знаю Знаете Такой хороший пример был На трассе между Волгоградом и Саратовом Постоянно переметает Дорогу зимой И там очень часто бывает Что машины на трассе Прям стоят Потому что перемело дорогу Они не могут двигаться И вот этой зимой Была такая ситуация Что люди стояли Они стояли там Несколько дней Мерзли И люди из соседних деревень Приносили туда еду И воду И продавали ее По 200 рублей 200 рублей хлеб 200 рублей чай 200 рублей вода Представляете Они хотели навариться На чужом горе А предприниматели Из Камышина Они узнали Что такая ситуация Произошла И они решили Организовать Как бы доставку туда Бесплатную доставку Горячей еды Питья И хлеба Так понимаете Вот эти люди Которые туда Доставляли еду По 200 рублей Они-то и первые Будут кричать Что предприниматели Все говно Ну вот как-то вот так Вот я вот Вот так это рассуждаю Может быть я Не все сейчас сказал О том что думаю Потому что как бы Ну на камеру Это сложно говорить Ну вот Как-то вот так вот Нам очень часто Люди клиенты Приносили возврат И в коробке Лежал другой товар То есть они намеренно Вкладывали туда другой товар Запаковывали его И возвращали обратно Говорят там Мне не нужно там Ну вернуть обратно Чтобы мы вернули им деньги Раскрываем Смотрим А там лежит Ну левый товар У нас было такое С дисками сцепления С там С саленблоками Было такое То есть вкладывали Дешевые саленблоки В упаковку И отдавали нам обратно Мы открываем Говорим Это не наш товар Потому что мы знаем свой товар Мы если берем То берем только у официалов Или оригинальный То есть ну вот Как-то так Вот этот выпуск Это как немного Крик души такой Я просто хотел Немножечко высказаться По этому поводу И хочу услышать Ваше мнение Что вы скажете Как вы считаете Неужели вы все такие Хочу услышать об этом Хочу сказать о том Чтобы вы были Добрее Добрее ко всем людям Добрее и на дорогах Потому что если вы будете К примеру Злыми на дорогах Там нахамите кому-то То этот человек Нахамит дальше И дальше И цепочка пойдет дальше Так что будьте добрее И на дорогах И в жизни Старайтесь не обманывать никого И в жизни все будет проще Вот на такой ноте Хотелось бы закончить Всем пока Пишите комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пока